Двигаемся дальше. Задание номер 20. Закон радиоактивного распада ядер некоторого изотопа имеет вид, дается формула, какой процент этих ядер распадется за 50 секунд. Ну это надо посчитать. Так, задание номер 20. Запишем формулу, но мы запишем двойку без минуса, а запишем его так в знаменателе, чтобы понять не было. Получается 2 лямбда Т. И посчитаем, что здесь получится. 2 в степени получается будет 0.04. Это лямбда умножить на время 50. Это будет ровно 2. 2 во второй степени это 4. Таким образом, через 50 секунд останется вот столько. Останется четвертая часть. Она спрашивает, сколько распадется? Распадется, соответственно, 3 четверти. Останется 1 четвертая. Распадется 3 четвертых. А 3 четвертых это 75 процентов, значит, ответ здесь будет 75. Идем дальше. Задание номер 21. При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через различные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтры, пропускающий только фиолетовый свет, а во второй пропускающий только красный. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта. Ну и, соответственно, нас спрашивают, как изменились длина волны падающего света, падающего фотоэлемент и максимальной кинетической энергии фотоэлектронов. То есть, вариант ответов увеличилось 1, 2 уменьшилось, 3 не изменилось. Задание 22. Как известно, длина волны обратно пропорциональна частоте. Частота растет от красного к фиолетовому. Сначала у нас свет инфракрасный свет, потом видимый дипозор начинается с красного, заканчивается фиолетовым, падет, потом нет ультрафиолетовый. То есть, это направление увеличения частоты и, соответственно, уменьшение длины волны, а в обратную сторону это увеличение длины волны. Длина красного света больше длины фиолетового света. Соответственно, под пунктом 1 мы ответ выбираем, что длина волны увеличилась. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов пропорциональна частоте падающего света. Чем больше частота, тем больше энергии, чем меньше, тем меньше. Поскольку частота излучения уменьшилась, значит кинетическая энергия уменьшится. Дальше. Задание 22. Определите показания вольтметра, если погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления. Погрешность равна цене деления. Это у нас два задания по так называемой тематике метода научного познания мира. Надо определить здесь шкалу деления. Шкала деления непростая получается. Раз, два, три, четыре, пять делений. Два вольта. Значит, цена деления получается сколько? Четыре десятых. Четыре десятых. Четыре десятых. Естественно, два деления. Это будет 2,8. Ну и все, собственно. Значит, 23 получается цена деления два. Напряжение будет 2,8. А погрешность 0,4. Причем, если мы в экзаменационном варианте, мы записываем это вот таким образом. 2,8, 0,4. То есть без этих пробелов. Обращаем внимание, что если погрешность бывает, скажем, были бы здесь сотые доли, мы бы здесь добавили 0,1. Мы написали бы, например, 2,8 в сот, а было бы 0,04. Так, дальше. Двадцать третий. Ученику необходимо на опыте обнаружить зависимость с периода свободных колебаний пружинного майника от массы груза. У него имеется 5 пружинных майников, характеристики которых приведены в таблице. Какие два майка необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование? Если мы хотим проверить зависимость одной от величины, от другой, то нужно исключить любые другие изменения других величин. То есть мы варьируем только величину, от которой мы хотим проверить зависимость, а остальные мы оставляем неизменными. Следовательно, надо нам оставить постоянную жесткость пружины, а менять массу. Ну, здесь масса нет. Здесь масса варьируется за счет объема и материала груза. Соответственно, выбираем. Нам надо выбрать значение, во первую очередь, жесткости, чтобы были два одинакового значения жесткости. Два одинаковых здесь есть под первым и третьим пунктами и четвертым и пятым. Дальше смотрим, что тут у нас с массой будет. В четвертом и пятом разные объемы, разные металлы. Это не подойдет. Однозначно. Проверяем теперь 1,3. В первом жесткость 40, объем 30, в третьем тоже жесткость 40, объем 30. Объем одинаковый, жесткость пружин одинаковые, разные материалы. В первом случае алюминий, во втором медь. Ну, собственно, это достаточно, поскольку медь, она... Ну, в любом случае, два металла имеют разную плотность. Следовательно, при равном объеме они будут иметь разную массу. Но медь будет тяжелее, в меде плотность просто больше. Поэтому, поэтому здесь для опыта потребуются маятники 1 и 3. Еще. Так, я здесь нумерации немножечко перепутал. Вот это у нас получается 23 будет 23, 1 и 3. А вот здесь это у нас будет 22. А вот это будет 21. Тогда это будет все правильно. Вот 23 номера. И что получается? Первую часть мы все разобрали. Ну что же, перейдем к решению второй части первого варианта из данного сборника. Задание номер 24. Маленький незаряженный шарик подвешен на непроводящие нити, помещен на горизонтальной диэлектрической пластины, равномерно заряженной положительным зарядом. Размер пластины во много раз превышает длину нити. Опираясь на законы механики электродинамики, объясните, как изменится период малых свободных колебаний шарика, если ему сообщить отрицательный заряд. Задание трехбальное. И на самом деле баллы его очень сильно зависят от того, каким образом будет расписано здесь решение этой задачи. Одного правильного ответа мало. Да, то есть, ну, сказать его можно сразу, в принципе, практически, да, там думать особо нечего. Но именно расписать, надо написать все законы. Желательно сделать рисунок. Да, в данном случае, наверное, рисунок лучше сделать. Вот. И тогда, тогда можно рассчитывать на полные три балла. Я сейчас буду краток, я не буду все это дело расписывать. Просто суть, что у нас получается. Маятник, подвешенный на нити. То есть, мы его рассматриваем как математический маятник. Ну, там какая-то пластина. Сюда у него будет МЖ, если не заряд минус Q, а на пластине положительный заряд везде. Какой-то Q, да. Ответственно, что у нас получается. Отрицательный заряд будет притягиваться к положительному. И здесь возникает еще дополнительная сила кулона. с анаправльной силой тяжести. Ответственно, для самого маятника. Вперед колебаний. Вперед малых колебаний маятника. У нас считается по известной формуле. А здесь у нас уже получается не Ж, а А будет. Оно меняется. Которое является суммой ускорения свободного падения. Плюс ускорение, которое вызывается силой кулона. Сила кулона в данном случае. Это что у нас будет? Это напряженность поля, умноженная на заряд. Считается, что большая, ну, бесконечная протяженная пластина создает однородное поле. Конечно, бесконечное не может быть. Конечно, однородным поле тоже быть, поэтому не может. Но тем не менее, тем не менее. В некотором приближении, когда пластина очень большая, по сравнению с маятникой мы можем рассматривать это поле как однородное. И, соответственно, данная формула позволяет найти силу на заряд, находящийся в однородном электрическом поле. Вот мы ее с этими оговорками здесь применяем. И тогда, и тогда получается сила. Это и есть вот такая величина, деленная на массу маятника. Тогда вперед колебаний. Новый будет. Это у нас, допустим, был такой нулевой. А станет он вместо... Все будет то же самое, но вместо G у нас получится вот такое выражение. То есть мы видим, что знаменатель дроби увеличился. Значит, в любом случае, значение функции уменьшится. То есть вот этот новый вперед у нас получается будет, что он будет меньше того, который был. Соответственно, вперед колебаний уменьшается, пайтик начинает двигаться быстрее.